Очередь начинает собираться в 7 утра, желающие у которых, как принято говорить, трубы горят, приходят и ждут открытия. Находятся рюмочные в жилом доме. Очередь из стоящих, сидящих, а иногда и лежащих видят все, идущие на работу. Напротив находится детский сад, рядом площадка. Мы ведем детей в сад, мы ведем из сада, там постоянно пьяные люди, граждане, так скажем, находятся. Постоянно крики, драки. За данным домом находится у нас детская площадка расположенная, но, поверьте, даже мне, как бы, идти с мужем рядом страшновато, потому что люди совершенно неадекватные. В группе любителей спиртного, заметивших телевизионную камеру, сразу же нашлись желающие выступить в защиту своей рюмочной. Они против того, чтобы заведение закрыли и просили не показывать его по ТВ. Этот город снимает городской телевидение, в чем проблемы-то я не пойму. Я должна у вас разрешить, камеру руками не надо, мы у вас должны разрешение спрашивать, что нам снимать. Ну а что тогда? С каким вопросом? Между тем, жители домов, расположенных рядом, уже устали бороться с рюмочной. Они неоднократно обращались в самые разные инстанции, но решить проблему так и не смогли. В домах эти разливайки, они совершенно не нужны. Разлагают молодежь. Молодежь чему учатся? Конечно. Только плохому. Конечно, уврать надо. Уже сколько раз пытались. Закрывали, опять открывали. Почему-то говорят, там хозяин, кто-то из... не будем говорить. Детям пройти на площадку – это проблема. Я живу в этом доме как раз, поэтому выпускать страшно одних. Потому что постоянно собираются кучи народа и стоят полупьяные, кто лежит, кто пьет тут же, не отходя от кассы. Руководство заведения, когда увидел съемочную группу, по-быстрому закрыло кафе. Но это не значит, что оно не откроется после того, как мы уедем. Еще одна рюмочная, где разливают алкоголь, находится в доме 36-50 на улице Шевченко. Дворник рассказывает, контингент культурный. Ни мусора, ни бутылок после себя не оставляют. Выпивают, поговорят. Тут драк никогда не бывает. Не бывает драк? Тут тихий контингент. Но при этом не надо забывать, что рядом находится бассейн «Юность», 159-й детский сад, куда и ходят родители с маленькими детьми. Дорога проходит мимо рюмочной. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».